привет друзья сегодня мы с вами приготовим вкуснейшую копченую курочку вы любите копченую курочку мы тоже очень любит сегодня я вам покажу особый интересный рецепт я собираюсь закоптить две курочки курица должна быть очень свежие убираем с вами железу курицу хорошенечко под холодной водой помойки обязательно посмотрите чтобы не было зоба вот то есть это место в которые попадают зернышки когда курочка кушает поэтому если вы плохо обработаете в этих местах и у вас останется зоб то там песок обычно песок и поэтому вы можете просто-напросто испортить свой продукт у меня две курочки но я буду искалить индивидуально да потому что каждая курица у меня имеет разный вес нам необходимо это сделать для того чтобы хорошо наша курочка промариновалась и просолилась и так нам необходимо с вами 2 процента соли от веса мяса из этих двух процентов я возьму один процент обычной соли это каменная или морская предназначенная для посола и один процент нитритной смеси соленой в итоге у нас получается 2 процента соли посыпаем на каждую курочку берите не менее трех лавровых листочков прямо так вот это что ломали по чайной ложке тимьяна я вам даю свою посолочную идею вы попробуйте если будете делать и сами уже скажете вкусно невкусно черный перчик чайная ложечка совсем немножко чили если вы любите остренькое можете добавить я вот буквально щепотку много не надо в каждой курочке добавьте по три зубчика кардамона кардамон имеет очень приятный приятный аромат и вкус среднем 6-7 зубцов чеснока прямо так вот произвольно по чикате их вот принципе и все вот так вот помассируйте и наверняка у вас возникнет вопрос и вы спросите а зачем нужно добавлять нитритную соль почти что все коптят своих курочек без всякой нитритной соли просто посолили подержали маринаде сутки или двое и коптят да прекрасная идея очень все вкусно но когда вы кушаете скажем так горячую курочку это неплохо но мы можем с вами сделать прекрасную холодную закуску если мы с вами добавим нитритную соль наша курица приобретет совершенно другой вкус совершенно заиграет другими красками то есть у нее уже будет вкус бекона дополнительный понимаете то есть очень и очень ароматная вкусная и выразительная поэтому я вам рекомендую попробовать мой рецепт с нитритной солью вы посмотрите и попробуйте и скажете да действительно это круто хорошо вот мы с вами засолили все это дело теперь закрываем пленочкой ставите сегодняшнее число для того чтобы вы знали какого дня вы начали солить солить мы с вами будем трое полных суток каждый день курочку доставайте массируйте и переворачивайте для того чтобы она у нас хорошо и равномерно просолилась уже через три дня мы с вами встретимся и продолжим с ней работать итак у меня прошло четверо суток планировал я трое суток посолить но к сожалению я был занят и курица мне пролежала четыре дня хочу вам сказать что ничего с ней не произошло дурно благодаря тому что мы использовали нитритно-натриевую смесь если здесь было бы только два процента обычной соли то за четыре дня курица могла бы скажем так быть уже с душком но не твит натрия он нам помогает скажем так сохранить мясо в хорошем состоянии если вы смотрели наши предыдущие видео вы помните как я делал беконы различные я их обычно мы в пиве или вине курицу я не буду мыть ни в пиве не в вине я просто ее промокну полотенцем бумажным и в принципе этот рассол который на ней есть так и оставлю вы спросите а почему я вам объясню дело в том что свинина она очень хорошо впитывает соль и 2 процента соли от килограмма мяса отлично просаливают достаточно толстую корейку а вот курица она скажем так туго дум по поводу соли и 2 процента соли вот прошло четыре дня я сделал даже эксперимент взял кусочек грудки пожарил его и попробовал отлично нет необходимости совершенно ее мы ну и потом вообще курочка когда чуть-чуть солоноватая это даже очень вкусно тем более что я планирую делать холодную закуску эта курица наша будет коптится при холодном дыме бумажными полотенцами хорошенечко обсуживки и специи которые на курице есть пусть остаются не надо их убирать все это вкусно сушить ее прям сухо насухо тоже нет необходимости потому что мы с вами ее оставим на 7-15 часов при комнатной температуре отдыхать и сохнуть для чего я собираюсь ее повесить при комнатной температуре уже многие прекрасно об этом знаю дело в том что нитрит натрия очень хорошо реагирует с белком мяса именно при комнатной температуре когда достаточно тепло за эти 7-15 часов наше мясо приобретет приятный цвет и вкус будет такой приятный беконный вкус приобретите себе крючочки такие или же просто повесьте на веревочку это неважно так вот здесь у нас с вами суставчик взяли прикат прокололи и вот так вот повесили прошло меня 15 часов и так вот наша курочка видите у них приятный цвет она стала розовая тот самый цвет как говорится бекона теперь мы с вами и заматываем пергаментную бумагу курочку я замотал следующий момент включайте свой термометр вставляем щуп вот самое толстое место ближе к косточке вот где грудка и крылышко так полностью он должен зайти хорошо выставляете температуру 75 градусов при 75 градусов курица будет готова разогревайте свою духовку до 50 градусов ни в коем случае не нужно включать вентилятор то есть конвекцию нам нужно чтобы температура в курице поднималась постепенно выставляем на 50 градусов и готовим ее в течение 30 40 минут затем поднимаем до 70 градусов ну и так далее вот я вам сейчас показываю хронологию поднятия температур у меня прошло три часа курочка приготовилась 75 градусов щуп не вытаскивайте потому что смотрите как видите какая она сочная нам нужно сохранить ее сочность как только вы вытащите щуп из грудки сразу пойдет сок поэтому не нужно этого делать по двум причинам первая причина мы сохраняем сочность и вторая причина вы будете видеть снижение температуры курицу оставляем в пакете выставляем на балкон если у вас есть балкон и охлаждаем до комнатной температуры мясо у меня остыло до комнатной температуры давайте открывать вот она наша курочка она приготовилась замечательный аромат красотулька что мы делаем дальше берем опять наши крючочки одеваем курочку на них и вешаем опять сушиться включайте свой домашний вентилятор и дайте курочки буквально ну час-полтора как только поверхность станет сухая мы сразу начнем ее коптить прошел у меня час курочка подсохла я ее отправляю к птице коптить я буду в среднем 8-10 часов все готово вот чем мне нравится эта коптилка ребята что вот я получаю холодное копчение замечательный вкус продукт не перекопченный и при этом мне не нужно совершенно заниматься никакими дровами никакой щепой что-то там разжигать следить я вот его поставил и забыл на 10 часов и пойду заниматься своими делами прошло у меня 10 часов копчения посмотрите какая красавица какой цвет обалденный супер просто невероятно а ну-ка балдеж просто балдеж я получил такой прекрасный аромат цвет я надеюсь вкус всего лишь навсего проводя копчение на балконе я живу на шестом этаже и вот делаю такие вкусняшки и так следующий момент конечно же наша курица уже готова ее можно кушать но вы если смотрели наши предыдущие видео знаете что лучше всего оставить курочку отдохнуть минимум ночь лучше всего 24 часа заверните в пергаментную бумагу положите себе в холодильник и забудьте о ней на 12 часов уже после этого мы с вами будем пробовать и дегустировать у меня прошла ночь курочка наша готова многие любят курочку в горячем виде после сразу после коптилочки сочную нежно да это отличный вариант но я обратил внимание что за нашим скажем так праздничным столом когда у нас приходят гости гости очень охотно кушают курицу холодного копчения в холодном скажем так исполнении поэтому я стал последнее время готовить именно курицу для холодной подачи и я вам хочу сказать вот что когда у вас гости старайтесь сделать фуршетный стол готовьте фуршетные тарелочки на которых будут скажем так вязать какие-то нарезочки рыба мясо сыр и и тому подобное людям будет гораздо удобнее подходить и братья себе все что не хотят ну во первых это красиво и во вторых вы сэкономите место за своим праздничным столом потому что если вы скажем так любите готовить и готовите много то какое нужно стол чтобы все это поставить тем более что если у вас за столом сидит ну человек пять шесть восемь да сейчас я вам покажу каким образом можно было бы подать нашу копченую курицу скажем так на фуршетной тарелочки какое мутное масло это у нас не абсолютно нерафинированное греческое оливковое масло ну просто божественно вкус нереальный прямо такое чувство как будто вот вы маслинки кушаете хорошо на нем я пожарю хлебушек буквально чуть-чуть так чтобы смазать для различных колбасных нарезок я вам рекомендую использовать вкусный хлеб вот такой вот темный с семечками так чтобы у него был выразительный вкус таким образом этот в клей будет оттенять скажем так и вкус интенсивный вкус копченостей вот такую как наша курицу и вот с этим хлебом они вместе будут звучать очень гармонично пожарьте на оливковом масле на сковородочке гриль хлебушек он раскроется даст весь необходимый аромат и вкус нашему блюду хлебушек нарезайте его такими треугольничками поверьте они будут гораздо аппетитнее когда маленькие кусочки за праздничным столом что важно чтобы было много интересных блюд сейчас давайте сделаем греческий салатик для этого нам понадобится немножко красного лучка нарезать его очень-очень тонко слегка посыпали солью вспрыснули бальзамическим уксусом так чуть-чуть далее так чтобы агрессивность лука ушла перчик болгарский нарезаем его меленько огурчик небольшой кусочек вот видите какие хорошенькие кусочки немножко зеленого лука черри помидорки брынза греки без балканского сыра или брынзы практически не делают ни одного салата пришло время сделать вкуснейший дрессинг и так берем столовую ложку горчицы среднем столовую ложку меда смешали все немножко добавьте бальзамического уксуса только не горячитесь нам очень важно не перекислить наш будущий дрессинг щепотку соли черного перца зубчик чеснока и наше изумительное оливковое масло где-то две столовых ложки все смешали великолепно видите какая красота отлично все гармонично абсолютно все гармонично соль у меня скажем так можно было бы еще досолить но я не буду этого делать потому что она соленая брынза помните об этом и и вот этим дрессингом мы с вами заливаем наш салатик достаточно дрессингом мы заливаем сразу перед подачей заранее не нужно иначе овощи дадут сок и салат вас уже не будет выглядеть привлекательно и красиво сейчас мы с вами начнем работать с курицей когда вы делаете курицу для фуршетного стола нужно максимально вытаскивать косточки потому что когда люди у вас красиво одеты в галстуках да мы при прическах и шляпках конечно же грызть кастомахи это не камельфо это некрасиво и нехорошо поэтому максимально старайтесь нарезать небольшими кусочками такими порционными так что можно было бы взять вилочкой или же рукой можно делать допустим палочки вот эти бамбуковые как канапе тоже будет прекрасно но небольшими кусками сейчас я вам покажу так берем ножку режем ее на суставчики вот и срезаем мякоть косточки такие вот прекрасные до мясные оставляйте сами погрязете гостям подадите красивые кусочки ножку также отделяем косточку в сторону видите какой цвет обалдеть вот это наша нитритная соль она сделала прекрасный цвет вкус у этого мяса великолепный он именно хорош как холодная закуска я не за столом могу себе позволить посвиняйтесь немножко на ребята изумительно просто изумительно обязательно попробуйте мой рецепт как вы видели просто но невероятно вкусно крылышко крылышко можете подать потому что я обратил внимание что наши гости его с большим удовольствием грызут так вот это тоже кусочек можно оставить хорошо спинку убираем нарезаем обратите внимание какая она сочная курицу нужно готовить до 75 градусов грудку если вы делаете грудку без косточки то допустимо 70 но когда вы делаете с косточкой целую ликом целую курицу 75 можете довести даже ее до 80 вот такое замечательное фуршетное блюдо я уверен что ваши гости и вы сами будете очень рады и довольны покушать и угостить своих друзей ну друзья на сегодня все пока увидимся в следующий раз пока пока Продолжение следует...